Девушки отдыхают Девушки отдыхают Смирение, которое я называю источником творения, какова его природа? это то, что, мне кажется, в какой-то степени пытается постичь наука. И если попытаться описать это словами, то можно только сказать, что это ничто. Если я говорю «ничто», то в стандартном английском языке у этого слова негативная коннотация, которая подразумевает быть ничем или ничего не стоит. Если сказать вам «вы ничто», вы воспримите это как то, что вы никуда не годитесь. Я не вкладываю в это слово подобный смысл. Возможно, понять это будет легче, если поставить дефис между «ни» и «что». Как бы вы ни пытались объяснить или описать это, всё обречено быть неправильным ещё до того, как вы произнесёте это вслух, потому что оно не физическое по природе. Это не физическая природа, если рассматривать её. Она имеет пограничную область. Она имеет основу, которая абсолютно не физическая, и имеет пограничную область, тёмную область, которая является переходом от физического к нефизическому. Может быть, мне стоит посетить офтальмолога, но на самом деле, когда я смотрю на Солнце или даже на Луну, особенно, когда я смотрю на Луну. Солнце — это совершенно точно, но оно вас ослепляет, чего не происходит со мной, потому что когда-то я смотрел на Солнце часами. Я всегда вижу вокруг Солнца чёрная гала, а не белая. То же самое относится к Луне. Я спрашивал об этом многих людей, и все они видят белая гала, но я всегда вижу чёрная гала вокруг Солнца, потому что я вижу то же самое внутри себя. Возможно, люди подумают, что я дьявол, раз говорю так. Но вокруг основы того, чем это является, всегда есть чёрная гала. Гала — это постепенный переход от нефизической природы к физической. Оно является тёмным по природе. Традиционно в йогической терминологии мы говорим, «Шива, сидящий неподвижно, является ничем». Слово «шива» или «ши-ва» означает «то, чего нет». То есть его нет. Что — это творение, ничто — это источник творения. Если рассматривать этот аспект, то сама основа — это несуществование. И сразу за ним, до появления физического, существует тёмная сторона. Когда мы называем что-то тёмным, то всегда и в устной, и в письменной речи, и в литературе, в нормальном социальном восприятии слово «тьма» всегда ассоциируется с чем-то далёким и даже угрожающим, опасным и негативным. Основная причина такого отношения кроется в устройстве нашего зрительного аппарата. «Будь вы совами, вы считали бы тьму очень яркой вещью». Человеческое отношение к тьме, как к чему-то отрицательному, это очень ограниченное восприятие данного аспекта. Таково, по сути, наше зрение. За неимением слов, даже если я придумаю какой-нибудь новый термин, он не будет чем-то лучше, чем тьма. Так что пусть остаётся тьма. В этом тёмном измерении вы можете понять природу творения. За её пределами лежит абсолютное состояние несуществования. Это не место для постижения, это место слияния, которое не представляет интереса для учёных. Математика туда не пойдёт. В йогической традиции мы говорим, что движущийся Шива является тёмным. Шива всегда воспринимался как тёмная сущность. В моём наивысшем состоянии Шива — это садашива. Он бесконечно недвижен, и никто не может его ощутить, пока не станет с ним одним целым. Но когда он движется, начальная фаза его движения — это тьма. Когда он по-настоящему проявляет себя и становится частью мира, тогда он — свет. Я описываю своё восприятие. Другие люди, ощутившие природу творения внутри себя, пытаются передать это своими словами. В своей основе он абсолютно недвижен. Вы не можете узнать, где он. Вы можете только стать с ним одним целым. Если вы собираетесь влиться в него — хорошо. Но если вы собираетесь вступить с ним в какие-то взаимоотношения, то там это невозможно. Но когда он пробуждается, он тьма. Если вы хотите идти, вам нужна смелость. Вы должны переступить черту. Вы должны оставить то, что вам известно, и оказаться в совершенно новой области, в которой вам неизвестно, где ваши границы. Если вы хотите взаимодействовать с ним правильно, когда он становится светом, то есть творением, вы можете взаимодействовать с ним. Вы можете видеть всё как Шиву и ощущать это. Вы можете быть преданным этому, поклоняться этому. Но когда вы переходите на тёмную сторону или ещё дальше, там нет поклонения, нет ничего, только растворение. Сегодня я вижу, как современная физика уверенно движется в этом направлении. Согласно йогическим знаниям, это то состояние, когда Шива спал. Это означает, что он стал совершенно мёртв. Но он там абсолютно недвижен. Затем явилась Парвати, или Шакти, облетела его три раза. И тогда он пробудился. И в результате произошло творение. Вам ясно сказано, что это было не Саития. Она просто облетела вокруг него три раза, и в результате появились начальные силы творения. Это было не физическим аспектом, а переходной фазой. Эта тёмная сторона вокруг Шивы стала увеличиваться. И тогда Парвати сказала, «И это твоё творение? Посмотри на своё творение. Сплошная тёмная пелена небытия. Это всё, на что ты способен?» Тогда он пробудился, и они сошлись в Саити. Их близость породила всё творение. Это могла быть метафора. Это метафора. Научного понимания частиц и взаимодействий. Проводились эксперименты, когда в абсолютном вакууме электромагнитное поле порождало виртуальные протоны и виртуальные нейтроны. Да, рождались виртуальные частицы. Физический контакт был не нужен. Просто воздействие электромагнитного поля порождает виртуальные протоны и виртуальные нейтроны. То есть наше объяснение очень близко к вашему. Она просто облетела вокруг, и начался процесс творения. Происходит спонтанное рождение частиц, парных частиц. Интересно, что частицы всегда рождаются в паре. Они рождаются парами, а затем сливаются, сталкиваются друг с другом. И аннигилируясь выделением энергии. Приложенное электромагнитное воздействие создаёт из ничего пару частиц, которые аннигилируют, и их спонтанное слияние сопровождается выделением энергии. Это общепризнанный научный принцип, подтверждённый экспериментально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok